В Хакасии увековечили память героя России, погибшего в ходе специальной военной операции. Бронзовый бюст Аймира Миягашева, долгое время прожившего на Чукотке, установили на площади в Абакане, рядом с памятником сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах. Суровый сын российской земли, бесстрашный защитник Родины. В столице Хакасии установили памятный бюст героя России, выпускника игвикиноцкой школы Аймира Миягашева. Он спас сослуживцев, закрыв с собой гранату во время выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Настоящий суровый воин, который готов бить врага и бил врага для того, чтобы подстоять Россию, Родину, народ. Аймир Миягашев родился в селе Ташты, преспублике Хакасия, но вырос на Чукотке. Занимался в военно-спортивном клубе «Штар». Учился в игвикиноцкой школе, которую закончил в 2013 году. После срочной службы поступил в 14-ю бригаду спецназа ГРУ в Хабаровске. Ефрей Тармиягашев погиб во время специальной военной операции в окрестностях одного из сел Изюмского района Харьковской области. На момент гибели ему исполнилось 26 лет. Похоронили героя на малой родине, в селе Анчул Таштыбского района. А облик Аймира теперь увековечен в бронзовом памятнике. Его установили на привокзальной площади Абакана рядом с монументом сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах. Внешне он очень похож, но выражение лица, вот хмурое такое, я не могу его таким вспомнить, потому что он всегда был очень позитивным, веселым и очень редко он такое вот лицо делал. Поэтому у меня в душе он всегда остается веселым, любящим, понимающим, самым лучшим. Бронзовый бюст изготовил известный российский скульптор Михаил Баскаков. Все организационные моменты на себя взяло российское военно-историческое общество. Указом президента России Владимира Путина бойцу посмертно было присвоено высшее звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Вероника Токмачева, Хакасия.